Всем привет! В этом небольшом видео я расскажу, как исправить вот такой вот баг с залипшей кнопкой при отключении объекта. Но сначала расскажу, что это за баг. У меня есть небольшая такая сцена, на ней есть канвас и окошко. В окошке какой-то текст и кнопка. Кнопка, по идее, должна закрывать окошко. Пока что она ничего не делает, но то, что важно, это то, что на этой кнопке висит анимация. То есть, когда мы на нее нажимаем, она красиво опускается вниз. Это сделано с помощью свойства Transition на кнопке. По умолчанию Color Tint, если поставить Animation, то на ней появляется аниматор. И можно в окне Animation выбрать, например, Pressed, как раз как у меня, и передвинуть ее как-нибудь в нажатое положение. Потом она будет красиво анимироваться из Normal в Pressed. Само по себе это все работает без проблем. Но если я хочу сделать, чтобы эта кнопка выключала окно, в котором она сама находится. То есть, просто добавлю вон-клик обработчик, перетащу сюда окно и вызову у него Set Active False. То есть, выключу его. Тогда эта самая кнопка при нажатии выключит саму себя тоже. И аниматор, соответственно, который в ней находится. И залипнет в нажатом положении. Чтобы это увидеть, мне нужно будет еще добавить одну кнопочку сюда, чтобы потом открыть окно. Ну, может быть, у вас окно будет открываться при получении какого-то бонуса или еще чего-то. В общем, часто очень приходится переоткрывать окна с кнопками. И в итоге в каждой игре, в которую я делаю, я рано или поздно натыкаюсь на эту проблему. Эта кнопка будет открывать окно обратно, то есть делать Set Active True. И если сейчас я все красиво перетащу и запущу игру. Сейчас все должно быть нормально в первый раз. Она нажалась. Но когда мы второй раз открываем окно, она остается в нажатом положении. Ну, в общем, у этого не сильно сложный фикс. Всего лишь три строчки кода. Я сейчас добавлю этот скрипт на саму кнопку. Я оставлю ссылку на него в описании, хотя он совсем не сложный. Назову его ButtonAnimationFix. И в нем создам единственную функцию, которая будет называться FixAnimation. По сути, если мы ее вызовем перед тем, как закрыть окно, то все должно быть нормально. В этой функции мне сначала понадобится взять аниматор, который висит на этом объекте. Я его просто получу с помощью GetComponent. И потом перемотаю его в состояние Normal. У него есть функция CrossFade, куда вводится название состояния. Это то самое название, которое мы видели в окне Animation. Вот здесь вот из этих вот. Нам нужно ее отжать обратно, то есть перевести в Normal. И время. Время 0, то есть мгновенно перевести. Но так как это произойдет в следующем апдейте аниматора, можно еще вручную сразу вызвать апдейт, потому что следующего апдейта иначе не произойдет, так как объект выключен. И в принципе это все. Я еще для красоты добавлю здесь RequireComponent, чтобы этот скрипт нельзя было повесить на кнопку без аниматора случайно. И осталось только поменять это на паблик, во-первых. А во-вторых вызвать этот метод из кнопки. Нам его нужно будет вызвать обязательно до того, как мы выключим эту кнопку, потому что иначе аниматор CrossFade не будет работать. Так что добавим вторым обработчикам все то же в выключении окна, а первым сделаем наш новый скрипт и FixAnimation вызовем метод. Теперь эта штука должна пройти, и кнопка должна автоматически отжиматься при закрытии. То есть при открытии она будет в нормальном отжатом состоянии. Если я вам помог, ставьте лайк и спасибо за просмотр.